Девушки отдыхают Я верю в Иисуса из Назарета Христос проявил доброту ко мне, подарил спасение, и я верю, Он спасет и тебя Я несу эту весть везде, где Бог открывает дверь Иона поможет нам перейти к сегодняшней теме, ведь вы знакомы с историей Ионы Это одна из самых известных историй во всей Библии Иона — пророк иудеев В книге всего четыре главы Если вы никогда не читали ее, то я настоятельно рекомендую это сделать Это благословит и поможет вам Иона — это пророк, и Бог дает ему поручение Но Иона не желает выполнять его Непокорный пророк не принимает приглашение и идет в противоположном направлении Иона плывет на корабле, но Бог поднимает шторм Вояж прерван Он заканчивается Когда он лишается корабля, его проглатывает кит, и он возвращается на берег Большой кит Иона смиряется, и Господь Бог побуждает рыбу выплюнуть Иону на морской берег Бог приглашает Иону «Ты пойдешь в Неневию?» Тот ответил «Мне нравится Неневия в этом сезоне» На той неделе мы читали третью главу Иона ходил по Неневии и возглашал Через сорок дней Бог разрушит империю Через сорок дней Случилось одно из самых дивных событий В конце третьей главы сказано, что царь Неневия услышал проповедь Надел рубище и посыпал голову пеплом Это выражение смирения Монарх покаялся Мало того, Государь приказал, чтобы все подданные раскаялись И сказал «Мы не чистивцы, мы лукавые и жестокие люди, мы не правы» Мы привыкли к этим библейским словам, но, друзья мои Это необычно Церковь, вся языческая страна, смиряется На такое знамение способен только Святой Дух Бога Церковь, вы только представьте Вы ходите по нашему чудесному городу и кричите сорок дней И Божий суд придет на вас Вас фотографируют, над вами насмехаются Другие нападают на вас Вы ждете, что весь город смирится, покается И скажет «Мы не правы» Мы вели себя морально Обманывали партнеров Господи, помилуй нас Нечистивцев Здесь происходит нечто удивительное Одна из причин, почему эта история есть в Библии Заключается в напоминании Покаяния, возможно Они покаялись И книга Иона напоминает христианам об этом Град язычников, попиравши истину, может покаяться Аллилуйя Прочтем четвертую главу Сегодня мы начнем проповедь с этой темы Итак, книга Иона 4.1 Но Иона был этим очень недоволен и злился Все люди покаялись А я думал, Иона порадуется и станет завсегдатаем на банкетах Давайте пофантазируем Самый главный аэропорт в Ниневии назвали в честь Иона Иона спас их, и горожане дали ему ключи от города Его зовут в гости Он делится, как попал в Ниневию Умалчивая о встрече с рыбой Но этого не было, потому что написано Он стал молиться О Господи Разве не это я говорил, когда еще был дома? Поэтому-то я и бежал в Таршиш Я знал Ты Бог милостивый и милосердный Долготерпеливый и богатый любовью И не желаешь насылать беду Я знал тебя Они могут покаяться, а ты помилуешь А я не хочу всего этого Библия беспристрастно говорит о пророке Что молит о гибели Его удручает милость Бога Это про нас Вы не признаетесь в этом церкви Но у вас есть список тех На ком вы хотите увидеть суд Божий Вы не зовете их в церковь Ведь они покаются Вы ждете, когда сойдет суд Чтобы подбежать к ним и крикнуть Ну что я тебе говорил Что ж, он молится Теперь, Господи, забери мою жизнь Потому что мне Лучше умереть, чем жить Однако Господь ответил Стоит ли тебе Кневаться Иона вышел Сел к востоку от города Он сделал шалаш Сел под ним в тени И стал ждать Что произойдет с городом Иона знал об участи Содома и Гамор Постигшие города За много веков до этого Он ждал суда И так Господь Бог устроил так Что выросло растение Которое дало тень над головой Иона очень обрадовался ему Тем не менее, на рассвете следующего дня Господь отправил червя Тот подточил растение И оно засохло Солнце взошло И Господь наслал Знойный ветер Солнце стало жечь голову Ионы Нинемия на Ближнем Востоке И я жил в той части мира Это пустыня Там жарко Температура выше 40 Там иссушающая жара Это словно бы в печи Еще я понял важную вещь Когда рядом с таким пеклом есть тень То это спасение Пророк оказался в тенечке Бог посылает червяка Ионе опять плохо И он включает старую пластинку Лучше мне умереть, чем жить А Бог сказал Ионе Стоит ли тебе гневаться из-за растения? Стоит, ответил Иона Я до смерти разгневан Какой он оптимист Но Господь сказал Ты сожалеешь о растении, за которым ты не ухаживал Которое не растет Так мне ли не пожалеть великого города Ниневии Где живет больше 120 тысяч жителей Так заканчивается книга И что, ответил он? Нет Ведь пророку все равно Ибо он равнодушен В истории описаны причины милости Друзья, наш Господь Бог действует через несовершенных людей Он действует и через тех, чье сердце неправо И чье отношение не всегда правильное Божьи цели исполняются в нас, через нас Несмотря на наше сопротивление и по благодати Все происходит так Бог действует через треснувшие сосуды Об этом напоминает и Он Затронем схожую тему Ведь я верю Мы увидим, как Дух Божий приведет к покаянию людей нашего поколения От самых великих до самых малых из наших современников Мы обратимся в смирение к Богу Оставим нечестие и станем чтить Его нашей жизнью Возлюбленные братья и сестры Я постоянно спрашиваю Господа Что мы можем сделать, чтобы это произошло? Много лет назад случилось то, что мало кто помнит здесь Это было давно Мы провели такую акцию почти 20 лет назад Все началось с журнала Которую я читал На обложке одного из выпусков Красовался снимок с мотоциклом Харли Дэвидсон В Соединенных Штатах Америки есть Iconic Это фирма и завод по производству Мотоциклов Возможно, вы знаете, что 80-й Харли Дэвидсон Оказался на грани банкротства К великому сожалению, доля Iconic на рынке стремительно падала Японские производители мотоциклов имели более 75% на американском рынке А остальные остались Харлею Продукция компании была ужасной На сборочной линии не хватало деталей Харлей был на грани развала Однажды собралась группа топ-менеджеров Которая и выкупила Харли Дэвидсон У АМФ И после этого дела у Харли Дэвидсон Дела пошли в гору Компания изменилась И 80-е стали одним из самых успешных десятилетий в ее истории Она отвоевала долю рынка Улучшила качество продукции И Харлей стал популярен снова В статье вышеупомянутого периодического издания Есть ряд цитат от менеджеров компании И почти все те люди имели отношение к церкви Господа Драгоценные мои Когда я читал статью И подчеркивал высказывания У меня возникла своя мечта Вот бы дела церкви пошли в гору Так же, как и дела компании Харли Дэвидсон Церковь Давайте мы отвоюем свою долю рынка Не обижайтесь за такую формулировку Я процитирую Те, кто лишь вошел в мир мотоциклов Пугаются нас И они не знакомы с нашим Арго Поэтому давайте станем понятными Не теряя профессионализма Мы используем церковный жаргон И люди не понимают нас Как дела? Отлично Я омыт в крови Иисуса Я верю в это тоже Но если человек не знает Библию Это его напугает Людям страшно приходить в дилерский центр Правда? Конечно, правда Для новичка визит в церковь Это переживания, сопровождаемые стрессом Они говорят мне об этом почти каждую неделю Знаешь, я никогда не был в большой церкви Я сказал всем родным и близким Я никогда не пойду сюда Он сказал так, уже находясь в этом здании Меня не удивишь этим Я занимался служением до появления здания Новенькие не хотели идти в палатку Тоже Она поменьше здания Мы служители общины Считали, что такое неприятие Связано с небольшой площадью палатки И нашей робостью Возникает резонный вопрос Как же победить скованность и страх? Прийти с сопровождающим Если вы хотите повысить уровень посещаемости И участие в церкви То станьте провожатым Для тех, кто опасается сюда войти А если не вернется Будут те, кто останется Помоги им победить чувство тревоги У меня есть один приятель Судьба которого связана с мотоциклами Харли Дэвидсон В этом городе он легенда среди байкеров Приятель вел меня в их круг Для них я друг WH Если вы придете в церковь с новичком Господь совершит удивительное Да, придется потесниться Это внесет беспорядок в ваш график И ваш календарь Но это изменит жизнь человека Харли Дэвидсон так любили свои байки Что отпугнули потенциальных клиентов Похоже на нас? Возьми новичка с улицы И сделай его своим клиентом При этом не забудьте сохранить Прежних клиентов фирмы Это совет нам Помогите тем, кто не желает Не заинтересован стать важной частью Тела Христа При этом не умаляйте истину Не сглаживайте Евангелие И не прячьте учения о грехе Расскажи истину с любовью Человек примет и изменится Если говорят, что церковь полна лицемеров Ответьте так Приходите В ней есть место для еще одного Несовершенного лицемера Этим вы не обидите человека Друзья, традиции защищают ценности Передаваемые с поколения в поколение Практика передачи традиций Это один из методов обучения И защиты важных для нас идей Мы придерживаемся традиций И это неплохо Обратите внимание Традиции, которые вы держитесь Это, скажем так, откровение Ценимое вами и передаваемое Новому поколению Возникает вопрос Чему мы учим и что мы защищаем Какие традиции вы передаете Своим детям, внукам, коллегам Какие традиции ценны Конечно, церковь ответит Иисус Но ответьте искренне Каковы ваши традиции? Вам нравится компьютерная игра Где под музыку падают ноты? Или вы болеете за команду Алабама Кримсон Тайт? Возможно, вы обожаете сезон охоты Вам нравится готовить блюда Из копилки Любимых семейных рецептов Или украшать дом накануне Праздника Я не говорю, что эти традиции Несут зло или плохи Это не новая проблема Но испытание, через которое Мы проходим долгое время Итак, Марка 7,8 Здесь Иисус говорит с религиозными лидерами Оставив Божий заповедь Вы соблюдаете предания людей Вы ловко умеете подменять Божьи повеления Вашими собственными традициями Мы ценим свои традиции больше Чем истину нашего Господа Бога По словам Иисуса, это опасно Для религиозных людей это вызов Ведь это случилось с нашими предшественниками Есть большая вероятность того Что мы угодим в эту ловушку В нашем 21 веке Мир постоянно увеличивает давление Беда не в том, что зло укрепнет А беда в том, что церковь спопекается Но давайте поговорим о традициях Есть традиции служения И возникает вопрос Когда надо проводить эти служения? Правильный ответ на вопрос известен нам Мы южане И нам известно, когда Бог приходит в церковь В 11 утра воскресенья Все остальные притворяются Они приходят в церковь раньше А Бог в 11 30 лет собрания начинается в 11 Традиция Когда прихожан стало больше Мы сделали много собраний Мы не были готовы строить здания И начали собрания в субботу Люди сказали, это не сработает Мы южане Мы не ходим в церковь по субботам Мы знаем, что по субботам в Дом Божий Ходят на севере страны И это нормально для них А мы в субботний вечер не пойдем сюда Не пойдем На воскресном собрании было столько народа Что мы начали второе служение в субботу Вечером с людьми, которые не хотели ходить Бог приходит и в субботу Кто знал? Опять же, традиция Есть традиция о том, когда и как поклоняться Вы знаете, о чем я говорю? Это очевидно Те, кто вырос в церкви Имеют свое понимание о поклонении О том, какой должна быть музыка Как ее нужно и не нужно играть Потому что это делает нас лучше Соседней церкви Это была традиция Если бы мы не горланили о ней То общались бы на другие темы Как нужно одеваться? Я вырос в церковной традиции Где проповедовали в черных одеяниях А не так, как я Меня не впустили бы Разумеется, форма одежды имеет значение Не думаю, что на праздники Нужно одеваться лучше, чем на церковные служения Но я не считаю, что черное одеяние сделает меня духовней Чем моя кожаная курка Нам нужно чтить Господа Почитать Творца Благоговеть перед Создателем Отдавать лучшее Мы приняли много традиций Не имеющих отношения к Божьей истине Отложили истину в сторону И храним наши обычаи Разве я не прав? Мы злились, когда попирали наши традиции А когда в школе упразднили 10 заповедей Переживали меньше Сославшись на толерантность Нам плохо Ведь собрание перенесли Традиции — это испытание Господь сказал, святи субботу Помни день субботний и святи его Для чего? Господь этого не объяснил Иудейская суббота Начинается в пятницу вечером А заканчивается она субботним Вечером В первые годы существования церкви Субботой для христиан был Иудейский шаббат Так было до того, как кремляне Начали уничтожать иудеев Этим воспользовались христиане-язычники Которые сказали Мы не как они Мы сдвинули шаббат На день воскресения Назовем его воскресением Однако это не продержалось долго Потому что святой апостол Павел Пишет нам в новом зарете Пусть никто не осуждает вас За праздничные дни и новомесячие Суть не в дне недели Называем им субботой Отдели день недели И сделай его субботой День, который станет святым Мне не говорят Не работай в воскресенье Я работаю Ты работаешь лишь в воскресенье Прощаю вас Суть в соблюдении Это не день отдыха Но сказано Свети его Смысл не в дне недели А знаете Были такие времена В моей жизни Когда вечер среды Считался отделенным Но это в нашей части мира Учителя не давали задания На дом На вечер среды В среду дети ходили в церковь В воскресенье тоже было Особым днем И многие не работали Светите субботу Когда говорят Церковь Изменись Иначе молодежь Не будет посещать тебя Я отвечаю так Нужно измениться родителям Пусть дети знают С младых ногтей Как важно почитать Господа Родитель Не меняй детей Измени сам Истины Традиции И перемены Перемены важны Потому что без них Мы не растем в духе И наша цель Не стоять на месте И не пребывать На одном уровне Иисус отдал себя На крест Ради церкви Победительницы Нужно различать От чего отказаться И что нам стоит принять Нельзя молчать о Евангелии И умалчивать О ряде заповедей Несите всю Божию истину Мы старались Приспосабливать истину Под людей Так поступать нельзя Для меня Как для служителя Темы Неприкосновенности Жизни человека Или сексуальность В Библии Не являются Основополагающими Церковь Истины Библии Важнее этого А иначе Мы толкаем людей В пропасть При этом нам с вами Нельзя осуждать Обвинять Злиться и грубить Я не наезжаю на вас А приглашаю К лучшей Здравой Жизни в Господе Признай Ты ведешь Борьбу с собой Мы воюем С причиной И не хотим Говорить О личных Борениях Поэтому нам Дана книга Иона Иона Попал в беду Он не выполнил Поручения Не сотрудничал С Богом И не признал Покаяние Неневии Хотя был пророком Мы будем Вести борьбу И нам нужно Измениться Хватит указывать Пальцем на других И ждать Что простые Смертные Спасут тебя Церковь Повлияет На это поколение Поэтому Стань Другим Друзья Огромное Спасибо За просмотр Слава Богу За то Что Он Делает В вас И через вас Церковь Иисуса Христа Изменяет Этот мир Уважаемый Зритель Вы очень Ценны Важны И значимы Ведь вы Исполняете Цели Великого Господа Бога Я много Общаюсь С последователями Христа И я постоянно Слышу Об их Обеспокоенности Они испытывают Страх и робость Из-за внешних Условий У меня есть Хорошая новость Бог Который В вас Сильнее Духа Сего мира Да Темнота Сгучается Грех Порок Беззаконие И нечестие Распространяются Колоссальными Темпами В мире Но все это Не способно Победить Свет Господа Дорогой Зритель Свет и Тьма Противостоят Друг Другу Поэтому У нас есть Надежда И поручение Я верю Церковь Будет Эффективнее Нам придется От чего-то Отказаться И что-то Пересмотреть И нужно Ожидать Что Господь Повлияет На мир Через нас В этот период Пусть к нам Придет смелость Просить Святого Духа Показать Как Изменяться Нам Не нужно Ожидать Пока Грешники Изменятся Но давайте Изменимся Мы сами Мы вступили В Новый год И давайте Помолимся Господь Бог Помоги мне Стоять Твердо И покажи Как служить Иисусу Христу Покажи Как мне Измениться И быть движимым Святым Духом Чтобы Он Совершал Волю Твою Господь Бог Который Живет В вас Сильнее Духа Мира Давайте Помолимся Отец Спасибо За то Что Ты Создал Нас Для этого Века За то Что Ты Дал нам Все Что нужно Для жизни И благочестия Боже Ты обеспечил Нас Всем Через Крест Христа Освободив И даровав Свободу Восстановление Исцеление И познание Твоей воли Через нас В этом поколении Дай Чуткость И послушное Сердце Для служения Тебе Отче Притвори Свои цели Через нас И в Твоей церкви Как никогда раньше Благодарим За это Во имя Иисуса Аминь Помните о том Что Он Избрал вас Для своих целей Смотрите Каждую неделю Нашу программу С пастором Алленом Джексоном А также Заходите На наш веб-сайт Где вы можете Найти прекрасные Ресурсы Которые помогут вам Подняться На новый уровень Вашей христианской жизни Мы также Просим вас Подумать о том Чтобы поддержать Нас В распространении Этого послания По всему миру Это будет Возможно Только с вашей помощью Поэтому подумайте О том Чтобы стать Нашим партнером И если вы Окажетесь В наших краях Мы будем Очень рады Вас видеть В церкви World Outreach В Мёрфисборо А также Вы можете Ежедневно Быть на связи С пастором Алленом Джексоном В соцсетях Спасибо Что вы с нами И что являетесь Частью этого служения До скорой встречи В нашей программе С пастором Алленом Джексоном Дорогие партнеры Служения Аллена Джексона Напечатала чтение На каждый день Под заглавием «Смелая вера» Мы живем во время Когда нужно выходить На новый уровень веры Чтобы признать Иисуса Христа И продолжать следовать За ним Требуется смелость И наша книга Поможет в этом В пособии Есть библейский отрывок На каждый день Молитва Которая поможет Приблизиться к Богу И комментарии Если совместить Изучение Ежедневника С чтением Библии То это будет Еще одним преимуществом Это укрепит И благословит вас Узнайте Как встретить Обстоятельства С верой И отвагой Изучайте Новое ежедневное Чтение «Смелая вера» Это идеальное Пособие Сопутствующее Ежедневному Чтению Библии Каждый день Вы будете Укрепляться Стихами Из Библии Вдохновляющие Уроки Интересные вопросы И молитвы Все это будет Созидать вас В вере В Господа Христа Смелая вера Это пособие По Библии Мы отправим его Если вы пожертвуете нам Чтобы получить Ваш экземпляр Звоните по номеру Который вы видите На экране Или же посетите Наш сайт Спасибо за поддержку Служения Алана Джексона Вместе мы Преображаем мир Дорогие партнеры Служение Алана Джексона Напечатало Чтение На каждый день Под заглавием «Смелая вера» Мы живем Во время Когда нужно Выходить На новый уровень Веры Чтобы признать Иисуса Христа И продолжать Следовать за ним Требуется смелость И наша книга Поможет в этом В пособии Есть библейский Отрывок На каждый день Молитва Которая поможет Приблизиться К Богу И комментарии Если совместить Изучение Ежедневника С чтением Библии То это будет Еще одним Преимуществом Это укрепит И благословит вас Узнайте Как встретить Обстоятельства С верой И отвагой Изучайте Новое Ежедневное Чтение Смелая вера Это идеальное Пособие Сопутствующее Ежедневному Чтению Библии Каждый день Вы будете Укрепляться Стихами Из Библии Вдохновляющие Уроки Интересные Вопросы И молитвы Все это Будет Созидать вас В вере В Господа Христа Смелая вера Это пособие По Библии Мы отправим его Если вы пожертвуете нам Чтобы получить Ваш экземпляр Звоните по номеру Который вы видите На экране Или же посетите Наш сайт Спасибо за поддержку Служения Алана Джексона Вместе мы Преображаем мир